Диорама музея лавянного солдатика пополнилась двумя стами новыми экспонатами. В полк прибыл 4-й корпус французского генерала Жюно, который руководил русской армией в тылу, а после атаковала наших бойцов с левого фланга. Также экспозицию украсил князь Михаил Барклай-де-Толли, командующий 1-й русской армией в начале Отечественной войны 1812 года. Один из планов Барклай-де-Толли – не сдавать сражения, а заманивать врага вглубь территории, тем самым изматывая неприятеля. За это его очень, конечно, корили современники, говорили, не дает сражения, уго, это внутрь, там гибель Москвы и прочее, где мы тоже это приписывали. Хотя он вот на поле боя Бородино, там очень серьезная история с ним была, он так переживал за то, что мы отступили, вот это генеральное сражение. Под ним убил три лошади, представляете, геройских генералов, он находился прямо в центре позиции, возле села Бородино, командовал своей армией. Он не ушел с этого места, то есть он двигался постоянно, не уходил в тыл, но говорят, что он искал смерти. Но на самом деле он опять покрыл себя такой славой, что вот это настоящий русский генерал. В диораму добавились солдаты, которые лично охраняли императора гвардии конно-егерского полка. Никто не мог подойти к императору, не спросив разрешения у охраны. Также в экспозиции появились солдаты генерала Александра Тучкова, который повел наших бойцов в атаку и сам погиб в сражении. Здесь же мы добавили наш лейб-гвардии Павловский полк, который покрыл себя прям неувидаемой славой, когда пошел в рукопашный бой против пятого корпуса генерала Понятовского польской армии под руководством Николая Тучкова. То есть это возле деревни Утийца. Мы здесь добавили кирасирский полк, добавили очень в большом количестве. Это конный корпус генерала Уварова. Это один из тех корпусов, наряду с казаками, которые зашли в тыл противника во время своего рейда за Бородину. Помимо солдатиков, музей пополнился и терракотовой армией династиции. Это была последняя династия в имперской истории Китая. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.